Работа участка Трафаретного Друг у открытого акционерного товариства «Гомельшпалеры» будет спынена еще на 10 дней. За этот период тут плануется провести работы, которые позволят снизить неприемный пах от вытворчасти. Такое решение принято сегодня на нараде, которую провел на предприемстве старшиня гомельского облаканкама Владимир Дворник. Сегодня вытворчить виниловых шпалеров на предприемстве спынена. Головные работы тут связаны с контрольными мероприемствами, которые проводят специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Розные режимы, разные фарбы, разные нагрузки. Необходно докладно высветлить, какое решение створяет неприемный пах. На минулом тыдне на гомельшпалерах и прилегающей территории працавали ученые Санкт-Петербургской лаборатории имя Менделеева. Методик, которые тут выкористовываются, нема ни у одной доследшей установки Беларуси. Даденные на предприемстве отримают 23 саковика. Мероприятия будут проводиться и в дальнейшем для того, чтобы минимизировать то, что беспокоит людей. Это, прежде всего, запах. Установить причину и, соответственно, чтобы его аннулировать. Это шум. Мероприятия уже проведены, но еще требуют проведения корректировки и проведения мероприятий по самому цеху производства виниловых обоев. Почасная рада с уделом керавництва в области, холдингу, беларуские шпалеры, размова об мероприемствах, яке необходимо выполнить в ближайший час. Начинающие от перехода на большаякосные фарбы до модернизации внутрецеховой вентиляции. А прощатого, полторы тыдни тому на промысловой трубе установили специальный азонатор, яке будет смагаться с неприемным пахом. Сегодня у одного линия работы цеха виниловых шпалеру затекавлено усе. Контролючие организации, местовые органы улады и само предприемство. Обовязковая умова одна, бы творчество должна быть полностью безопасной. Будем строить защитный саркофаг вокруг шумового барьера, чтобы убрать его. В течение 10 дней мы планируем это все сделать. Сделать эти все работы, мероприятия. Я думаю, что положительный эффект от них будет. Кроме того, в течение этого срока мы должны получить заключение института имени Менделеева, который подскажет нам о том, какие же вредные загружающие вещества имеются в окружающей среде, что выбрасывает предприятие.